всем привет на канале old dutchman мы с вами находимся на адриатическом побережье в италии на честно заработанные деньги не бюргергель так вот я буду вам говорить о своих политических измышлениях последних дней суждения а вы просто наслаждайтесь видами на море сегодня нас а вот вот такой будет выпуск для начала смотрите вот пляж чистота народу почти никого в центре города да в центре города там дофига народу а здесь нет ну так вот давайте мы с вами поговорим буквально на днях была пресс-конференция нэнси фезер министра внутренних дел германии министра юстиции марку бушмана и они хайдук представительницы от партии зеленых от этой коалиции в германии которая все больше и больше вводят нашу страну не знаю в рецессию пропасть не знаю куда там еще они говорили по поводу от этого последнего убийства в золингене и естественно о том что пора принимать какие-то меры для того чтобы вот эту вот всю дрянь искоренить сейчас секундочку я возьму камеру получше чтобы она не улетела в воду искоренить выдворять депортировать и так далее и что интересно три года назад нэнси фезер как только вступила на пост министра внутренних дел она указом министра скажем так ликвидировала комитет экспертов по радикальному исламу это были люди которые занимались изысканиями и расследованиями среди вот этих вот исламистов экстремистов рассматривали возможные случаи террористических актов и так далее сейчас же после того когда нэнси фезер прошла 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 с вот этими словами по этой конференции по вот этому убийству в золингене она сказала что вот нужно создать такой комитет который будет заниматься проблемами исламизации ну ты молодец тетка если честно потому что одной рукой сначала она закрыла все эти комитеты а теперь когда пошел разгул криминала среди нелегальных мигрантов в германии она решила сделать такой шаг типа люди у нас все с короткой памятью никто нифига не помнит что она творила и поэтому она с ее подачи будет создан такой комитет ну что я могу сказать этот комитет будет создан только на бумаге такие сейчас высказывания они делают эти вот политики только для того чтобы спасти свою задницу перед выборами в бундестаг на следующий год и никак иначе потому что они прекрасно понимают что то что сделали они за эти три с лишним года в стране не смогло сделать ни одно правительство германии за все существование современной страны они настолько опустили страну унизили ее в глазах мирового сообщества что просто дальше некуда и вот после того когда в золингене вот этот вот сириец двадцати шестилетний убил несколько человек и тяжело поранил ножом он сам он он ведь сам пришел в полицию и сказал я тот кого вы ищете берите меня оказалось что вот это вот скажем так отродье человеческое имеет статус беженца полученный в болгарии не в германии в германии же он живет уже два года с 2022 года и естественно получает пособие бюргергель так вот по поводу этих всех пособий нэнси фэзер сказала следующее что все вот эти вот их доходы финансовые мы будем проверять на конституционном уровне иными словами для тех кто не понял что это означает она не будет прикасаться не к бюргергельд не к пособию вот этих беженцев будет изыскивать черный доход черный нал который могут получать многие вот эти вот исламисты радикалы нелегальные вот эти вот каких скажем беженцы мигранты то есть это опять называется просто лить воду впустую лить воду переносить воду решетом никаких абсолютно нормальных правильных движений или решений в вопросе вот этих вот убийц которые ведут себя в стране настолько вольготно что просто поражаешься тому как они нагло на тебя смотрят на улицах никаких решений правильных в этом отношении нет да конечно вот сейчас нэнси фэзер опять пытается перетянуть одеяло на себя в плане того что мы отправили в ночь с сегодня у нас какое мы отправили в ночь с 29 на 30 августа в кабул на самолете 28 экстремистки настроенных афганских мигрантов ранее прибывших в страну для чего это делается это чтобы показать простым людям как говорили раньше плепсу показать простым людям что вот министр внутренних дел германии работает и правильно выполняет свою работу то есть радеет за порядок в стране но что я хочу сказать среди тех 35 тысяч афганцев прибывших сюда за последние два года 28 радикальных элементов этого ну вот как капля в этом море да можете себе представить это ничто это ничто и естественно отправили как отправили всех этих афганцев вручив каждому по 1000 евро на карманные расходы для того чтобы они в афганистане могли первое время как-то перекантоваться а я вам скажу что они будут делать прибыв афганистан если они ухитрятся обойти контроль талибан эти деньги сделают себе новые паспорта на новые имена и опять приедут сюда в германию по-другому никак не получается и что еще интересно вот вызывает вопрос такой вот интерес почему вот мне многие часто люди спрашивают в комментариях почему как эти мигранты сюда попадают почему их сюда вообще принимают если они такие вот бандиты криминальные элементы уголовники убийцы элементарно они на границе говорят война меня там заведено уголовное дело я ничего не сделал но меня там могут посадить меня там могут обезглавить поэтому я бежал сюда в страну как где демократия и где меня могут защитить юридически и конституционно и на этом основании эти людишки получают здесь статус беженца единственное что момент действительно удивляет что наше правительство просто-напросто отказывается видеть очевидное согласно дублинскому соглашению люди зарегистрированы получившие первую регистрацию в любой из стран евросообщества обязаны находиться там и получать пособие там что же было с вот этим вот сирийцем 26-летним убийцей из золингена он два года жил здесь в германии и получал пособие здесь в германии имея статус беженца официально полученный в болгарии опять провал нашей юридической системы и тоже этот марку бушман оказывается в этом повязан повязан в том что раз ты министр юстиции так наведи порядок в своем ведомстве раз ты прекрасно видишь что нэнси фезер полуслепая скажем так на один глаз наша аналена бербок жалостливая принимающая любых мигрантов любых нелегалов бандитов уголовников в страну так сделай хотя бы ты в своем ведомстве порядок добейся того чтобы все вот эти люди получившие статус беженца в других странах не получали пособие здесь в германии это же элементарно это же просто элементарно неужели это так сложно сделать я думаю нет тем более что все предпосылки к этому имеются сейчас буквально каждый день минимум 30 ножевых преступлений среди мигрантов против местного населения проходят в германии ежедневно минимум 30 нападений с ножом где убивают где тяжело ранят если вы государственные средства массовой информации говорили об этом открыто то естественно все население уже давным-давно поднялось бы на дыбы и у нас в германии уже были бы все предпосылки к гражданской войне к свержению вот этой вот власти но все как говорится вот свобода слова демократии и так далее все эти средства массовой информации у нас находятся на поводке у правительства что то правительство им говорит то они и преподносят население естественно бывают такие вбросы как вот допустим почему вот стало известно про этот золинген потому что это был городской праздник там собралось свыше 600 людей на празднование и тут вот этот вот говнюк извините за выражение с ножом ворвался блин через ограждение где прошла проверка и контроль на ношение холодного оружия он прошел через все это и начал резать людей вот так вот спонтанно без выбора просто начал набрасываться но таких людей на месте нужно просто уничтожать вот таких вот нужно уничтожать на месте я вам знаете опять же вот на пресс-конференции этой нэнси фэзер когда она была с этим марка бушманом и этой они хайдук от партии зеленых она сказала что мы ужесточим закон запрещающий людям ходить по улицам с ножом ты вообще соображаешь что ты говоришь и кстати наш олаф великий вот этот шольц тоже говорит да да нужно сделать такой закон нужно его ужесточить да блин извините за выражение у меня просто эмоций не хватает сделайте вы хоть 200 таких законов хоть 400 таких законов все равно вот эти вот радикальные исламисты будут ходить с ножами и будут уничтожать людей потому что они считают что по их вероисповеданию если он уничтожит каких-то неверных то в раю ему будет больше почести и больше хвалы но это это действительно люди которые не то что не образованные они блин они дикари просто дикари и сказала нэнси фэзер о том что будут периодически так вот спонтанно проверять людей на улицах полицейские наряды на ношение холодного оружия разрешается каждому допустим человеку иметь при себе вот теперь идет полнейший абсурд от немецкой власти внимание разрешается каждому иметь при себе ножик лезвие которого не превышает в длину 45 сантиметров глупая даже таким ножиком можно уничтожить человека вскрыв ему вены на шее даже таким маленьким ножиком не говоря уже о том что просто-напросто можно ткнуть пальцем в глаз и убить человека все это делается для того чтобы люди думали ой блин какое же у нас правительство классное какое же оно у нас офигительное надо все таки наверное голосовать за этот альянс вот эту коалицию светоформную и ну их нафиг это афд они сейчас трясутся потому что в тюринге воскресенье будут выборы и и народ уже из по всем прогнозам готов на 40 с лишним процентов избрать афд во власть естественно коалиция этого боится естественно они трясутся над этим поэтому они пытаются сейчас на бумаге показать свою работу не на деле а именно на бумаге то есть они по факту за вот эти три с лишним года ни черта не сделали они уничтожают свою страну они уничтожают свой народ мне кто-то сказал ой какое-то слово я уже забыл мол типа надо говорить везде тот и тот я в общем не помню какое это было слово но благодаря партии зеленых у нас слово родина и слово патриот уже считаются проявлениями знаков расизма по отношению к мигрантам и знаками дискриминации их человеческих прав то есть если кто-то в германии ну грубо говоря если кто-то в германии свободно разговаривает на немецком языке без ошибок то он уже расист получается так потому что иначе это никак не интерпретируешь они сами зажимают свое население они сами уничтожают свой народ и потом когда видят что народ устал от этого народ хочет избрать каких-то людей которые может быть по понятиям этого народа или по своим обещаниям действительно сейчас окунусь в водичку действительно мол наведут порядок стране они начинают бояться за свои задницы и за свои министерские кресла и поэтому начинают кричать о том что мы сделаем то мы сделаем это ну молодцы делайте только же не на бумаге делайте вот нэнси фезер когда она закрыла журнал компакт якобы ультра радикальный ультра правый неонацистский журнал который говорил правду в глаза всем кому она не нравится она закрыла этот журнал и созвала тут же пресс-конференцию и сказала вот шаг на пути скажем так и человечности шаг на пути демократии мы закрыли ультра правый журнал что случилось через неделю через неделю этот журнал снова получил юридический статус и верховный суд обязал министерство внутренних дел выплатить основателям этого журнала 130 тысяч евро неустойки морального ущерба нэнси фезер сразу после этого сказала ну это обычная рутина я на это и рассчитывала типа это в нормальном государстве так и должно быть блин в каком извините нормальном государстве такое может быть только в диетическом абсурдистане как в которой они превратили германию в последние годы а ведь все это началось при короне все это началось при короне когда у нас начали людей как баранов закрывать в домах заставлять даже у себя в квартирах ходить в масках наш вот этот до того как он стал министром здравоохранения карл лаутербах треба он был тогда экспертом от партии спд по здоровью требовал тогда чтобы люди даже у себя дома ходили в марлевых масках и дышали через раз естественно правящая партия тогда сказала но вы знаете это уже полнейший абсурд заставлять людей ходить дома в масках достаточно того что они у нас ходят по графику в магазин и многие из них не имеют права выходить на работу должны заниматься хоум офисом так что давайте мы маски дома водить не будем что ж получается нужно было бы потом кстати у нас полиция бегала по улицам за людьми которые просто ходили без масок вот представьте себе вот сейчас вы смотрите да вот на пляже вот вот там вот много народу да вот здесь вот там два человека сидят на песке два идут вон еще два идут там он впереди очень много народу кораблик от черная жемчужина вот теперь представьте вот идет мужик в майке до белой кепке и в майке и на пляже больше никого и вот следом за ним гонятся полицейские которые требуют чтобы он надел маску якобы он может или заразиться сам или заразить кого-то другого у нас ведь такое было у нас ведь такое было и людей между прочим очень очень сильно штрафовали за это по несколько тысяч штрафа государственная казна пополнилась деньгами блин простого населения за счет этих вот маразматических таких скажем так запретов вот этих ограничений на огромнейшие суммы денег и потом вот этот вот идиотский карл лаутербах ну по-другому его не назовешь он просто у него соображала не работает этого министра здравоохранения требовал блин чтобы люди в домах у себя дома спали и ходили блин в этих марлевых повязках в этих марлевых масках в общем во время короны они поняли что населением в стране управлять легко все что скажешь этому населению оно будет делать потому что оно как бараны ведомые на заклании оно во множестве своем не соображает своей головой то того что происходит вокруг оно не умеет этого анализировать потому что людям дали переизбыток информации не то что газеты интернет да пожалуйста вот вам всякие фейк ньюс люди их хавают телевизор да пожалуйста вот вам всякие ситкомы всякие мыльные оперы всякие блин вот эти вот идиотские блин высказывания разных политиков или псевдо экспертов блин или еще кого-то и народ это глотает народ это глотает они запугали этот народ и вот когда пришли к власти олаф шольц и его это компашка они начали продолжать дальше уничтожение страны и что вот получается у нас сейчас а у нас сейчас получается такой бардак что нэнси фезер когда выступает на вот это вот пресс-конференции мы будем делать то мы будем делать это и потом на следующее утро она открыто заявляет вот этой ночью мы в кабул отправили чартер чартерным рейсом 28 радикально настроенных исламистов афганцев так ты же скажи что ты каждому из этих афганцев карманных денег дала тысячу евро блин так бы они хрен согласились и кстати в дюссельдорфе в аэропорту вот интересный момент как там власть власти дюссельдорфа через суд признали что если каких-то там мигрантов или нелегалов пытаются выдворять посадить их на самолет чтобы отправить их в свою страну если эти мигранты начинают рыпаться брыкаться и орать что они не хотят то их нужно оставить в покое и вернуть обратно в лагерь и не депортировать вы представляете насколько идиотские маразматические у нас уже стали законы правила что доходит до того то есть любой вот этот вот сириец любой афганец который к примеру сегодня слышал о вот этих вот дюссельдорфских вот этих вот настроениях скажем так он может во время вот этой вот депортации начать прыгать бегать скакать орать типа блин я не хочу депортации я не хочу отправки я хочу остаться здесь и они обязаны будут его оставить здесь так как он не желает быть депортированным но вы знаете это блин то же самое что уголовника убийцу какого-то будут везти в тюрьму он начнет в машине прыгать орать идите все задницу я не хочу в тюрьму я хочу жить спокойно и они что же оставят его в покое вот так получается это вот такая у нас юридическая система социальная система демократическая система над которой смеется абсолютно весь мир вот такие вот дела ну и да конечно сейчас я вам сейчас я вам по нашей теме расскажу кое-что еще вот я на ваш вопрос сразу отвечаю да здесь очень много украинских беженцев здесь вот на пляже вот смотрите ну не здесь на пляже потому что сзади меня это здесь скажем так зона приватного пляжа и эти апарт-отели здесь очень и очень дорогие смотрим вон туда в центр города вон видите там толпы народу и когда мы гуляем по улице я вам скажу их легко отличить вот этих вот беженок в первую очередь украинских от простых людей а значит такой вот стандартный типаж накаченные коллагеном губы татуированные брови взгляд ужасно надменный вот честно я не я не говорю просто я вот каждый день вижу блин минимум три-четыре таких вот женщины со своими естественно мужьями с толстыми пузами которые ходят на каком-то суржике непонятном а в основном и на русском языке разговаривают о том что да их не киевское водохранилище намного глубже и больше чем это сраное адриатическое море да в магазинах у них то то лучше и это лучше и потом я видел еще вчера допустим одна села там на лавочку на фонтанной площади села одна на лавочку и разговаривала по скайпу по телефону с со своим мужем которые находятся сейчас там на передовой и она ему говорила вот да конечно я извините но получилось так что я оказался невольным слушателем потому что я сидел грубо говоря жрал мороженое на лавочке а она сидела на соседней лавке и болтала типа вот она отдыхает да очень тяжело конечно отдыхать потому что денег пособие которые дают на нее и на двух детей не хватает но тем не менее она старается экономить в неделю она тратит минимум 500 евро знаете я вот сейчас вот сейчас я вам скажу там в центре города где я сейчас вам показывал вот давайте посмотрим где вот эти вот серфингисты да дальше туда за пару километров центр города там гостиницы и дешевые апарт-отели ну как дешевые в неделю там стоит 700 800 где 900 а может быть и тысячу евро зависит от расположения к пляжу от расстояния к пляжу и естественно там много очень ресторанов в которых люди завтракают обедают ужинают там ужин на одного человека будет стоить около 40 или 50 евро ну зависит конечно от ваших предпочтений и вкусов вот и вот это вот дама говорит что она ей приходится очень сильно экономить тратя в неделю только 500 евро на себя и на двоих детей я честно сказать я не знаю блин в каких апартаментах или в каких гостиницах они тут проживают но когда человек вот так вот говорит причем открыто в полной уверенности того что рядом нет никого кто понимает его вот эту вот слезливую речь вот эти вот его чаяния вот эти вот его проблемы что ему на неделю едва хватает 500 евро начинаешь понимать ефу мать да до каких же пор все это будет длиться когда вот эти вот вонючие гребаные извините но будем называть это своими вещами то есть вернее своими именами вот эти вот гребаные олигархи украинские в первую очередь бежавшие бежавшие с деньгами от правосудия скажем так до каких пор вот эти вот гребаные олигархи будут прожирать ворованные деньги тех людей которые не смогли выехать с украины и остались там вынуждены были остаться и бежали кто куда я не буду утверждать что это люди приехавшие сюда из западной украины и так далее потому что западники у них действительно у них вообще менталитет другой они разговаривают по-другому они ведут себя по-другому они действительно даже выглядят иначе а вот это вот скажем так столичные вот эти вот дамочки на выгуле с силиконовыми губами коллагеновыми губами простите татуированными бровями милированными волосами ведущие себя так как будто все им тут обязаны все им тут обязаны да никто вам не обязан ни хрена кстати да вот вот блин забыл я же самое главное хотел вам сказать ё-моё этот выпуск у нас действительно получится большой но я надеюсь он вам понравится политики немецкие политики уже вносят в Бундестаг вернее внесли в Бундестаг вопрос об отмене языковых курсов для украинских беженцев об отмене интеграционных курсов после языковых курсов для украинских беженцев с требованием одного они во-первых 9 месяцев получают эти языковые курсы после этих курсов они получают интеграционные курсы там где-то тоже где-то полгода что-то такое да мне тоже эта кепка нравится и один из нет нет это был не Добринт это другой был тоже от СПД вы сказали следующее что этим украинским беженцам сейчас будущие которые приезжают сюда или которые вот недавно приехали все вот эти курсы просто-напросто перечеркнуть и давать им возможность выучить язык и интегрироваться в жизнь страны в рабочем процессе то есть все они кто будут сюда приезжать после того когда в течение месяца их максимум размещают здесь в стране где им дают квартиры и так далее ну в Германии в смысле не здесь в Италии они обязаны будут уже идти на работу и работая изучать одновременно язык и интегрироваться в жизнь страны все украинские беженцы которые не хотят или не захотят этого делать вынуждены будут искать себе убежище в других странах ЕС это действительно вот такой вот шокирующий момент для тех кто пытается все еще обдурить немецкое правительство и доказать что они беженцы от войны но они приехали сюда чтобы воевать там для того чтобы российская армия не пришла в Германию вот полнейший маразм я до сих пор вот сколько времени вот идет эта бойня там на Украине я до сих пор не могу понять вот это высказывание приехавших сюда беженцев и кричащих о том что они воюют там чтобы русские не пришли сюда но если вы воюете там что же мы наблюдаем вас здесь да вот так вот такие вот дела поэтому посмотрим что будет в ближайшее время именно в стране в Германии и да я вам говорил в одном из выпусков о том что я когда поеду в Италию я поговорю с вот этими украинскими беженками которые приехали сюда два с лишним года назад и им дали буквально один месяц на адаптацию и послали на работу они кстати окунулся они кстати тоже работали здесь два года сейчас я их здесь не видел сейчас в этом апарт-отеле где мы расположились их нет там совершенно другие люди видно этим женщинам может предоставили какую-то другую работу может быть они сами может они домой уехали я не знаю но они здесь в Италии были лишены возможности получать такое жирное пособие как в Германии и ничего не делать итальянские законы несколько суровее немецких теперь немножечко про тот апарт-отель в котором мы находимся в этом апарт-отеле мы отдыхаем уже в десятый раз мы здесь как постоянные клиенты и естественно для постоянных клиентов иногда существуют некоторые скидки поэтому мы и приезжаем только сюда во-первых зона приватного пляжа здесь очень и очень мало народу вот смотрите еще раз сзади меня вот эти вот павильоны в павильоне 4 шезлонга столик очень-очень мало народа и там вот в центре вот вон там в центре очень много людей там гостиницы там всякие апартаменты там суть дешево а здесь ну здесь немножечко дороже потому что как говорится красиво жить не запретишь да поэтому мы выбираем то где ты не будешь привязан ни к каким допустим вот этим вот скажем так правилам по которым ты должен вскакивать рано утречком бежать в столовую или в ресторан позавтракать пообедать или поужинать строго по времени если пропустил это время все ресторан закрыт или еще как-нибудь нет мы здесь просто-напросто вот так вот отдыхаем загораем плаваем да вон на доске тетка тоже плавает мы купаемся наслаждаемся блин морем итальянским вода чистейшая теплая волн блин нет волны были тут только чуть-чуть один день и все остальное время просто идеальнейшая погода отдыхая не хочу и что я хотел так вот меня сбил вот кто-то меня сбил смысле блин кто-то меня смысле сбил ну ладненько в общем я буду заканчивать этот выпуск я вас сейчас отмонтирую выкину его вам можете посмотреть можете насладиться видами на море да можете насладиться видами на море посмотреть как мы тут отдыхаем ну и может быть если кто захочет на следующий год для тех кто живет в германии допустим в польше или в чехии кто нас смотрит из этих стран пожалуйста приезжайте сюда в Италию здесь рады всем адекватным нормальным культурным туристам гостям которые готовы выложить деньги за хороший отдых не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями лайкнуть это видео нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе всех событий у нас на канале ну и конечно же кто желает откомментировать комментируйте будем только рады почитать ваши комментарии если вы поделитесь какими-то мнениями или своими взглядами на происходящее вокруг пожалуйста ну а мы пойдем отдыхать дальше загорать нежиться на волнах адриатики и кушать итальянскую пиццу всем удачи пока удачи